Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «Неделя города». Смотрите в выпуске. Нырнул с головой. Ректор Медуниверситета Роман Калинин предложил расширить доступность школьных бассейнов. Мы верим твердо в героев спорта. Накануне Дня физкультурника тренеры спортшкол получили правительственные награды. Не вывозит. Жалобами на регионального мусорного оператора занялись в Уфас. О доступности школьных бассейнов для городской молодежи говорил сегодня ректор Рязанского медуниверситета Роман Калинин. Его позиция четкая. Социальную направленность таких объектов нужно увеличивать. Важно сделать бассейн доступным не только для студентов, но и для слабо защищенных категорий граждан. Детей-сирот, детей с ограниченными возможностями, многодетных семей. Состояние школьных бассейнов – вопрос, который давно не поднимался. И нынешний осмотр его актуализирует. Об этом говорил президент Рязанской федерации плавания Роман Калинин. Увеличение доступности объектов для всех категорий граждан – социально важная задача региона. Но пока что оснащение школьных бассейнов оставляет желать лучшего. Их пора модернизировать. У нас здесь вопрос о вентиляции, мы с Сергеем Михайловичем проговаривали. Здесь, по сути, она такая, как у себя, включается. И точка небольшая, и вот и вот. А здесь должны быть, конечно, трубы, потому что мы здесь ссорить. Здесь вот эти моменты. Здесь, когда я выбираю деть плаву, здесь конденсат. Конечно, но мы вот приточек включаем, что это не входило. И вопрос по системе очистки. Водоподготовка – важная составляющая работы бассейна. Два главных этапа – очистка и обеззараживание воды. Гидротехническое сооружение должно соответствовать всем современным стандартам безопасности. Мне кажется, действительно, достаточно давно не поднимался вопрос. И в том числе, и в части общего технического состояния, в части вентиляции бассейна, освещенности бассейна, и, конечно, системы очистки. И нынешний осмотр, который мы сегодня провели в ряде школ, города, где есть эти бассейны, они, конечно, я думаю, делают актуальным эту тему. И вот как ректор университета мы видим, когда ребята поступают, и все-таки есть востребованность плавания. И у тех, кто приходят студенты, и она есть, конечно, у школьников, мы это все знаем. По словам специалистов, обеззараживание воды хлором постепенно сменяется альтернативными способами, а именно озонированием и ультрафиолетом. При таких методах побочные продукты дезинфекции сводятся к минимуму. Новые технологии водоподготовки рассчитывают запустить, в том числе и в школьных бассейнах. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Традиционно во вторую субботу августа в стране отмечают День физкультурника. Это праздник не только профессиональных спортсменов. Его могут отмечать и те, кто, например, бегает по утрам, танцует зумбу или любит велопрогулки. День физкультурника 2023 в России пройдет 12 августа. Накануне праздника наградили рязанских тренеров и спортивных функционеров. Старшему тренеру школы Олимпийского резерва «Олимпиец» Владимиру Емельянову было присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры России». Сразу нескольких тренеров наградили почетными знаками Рязанской области. По словам заместителя председателя регионального правительства Артема Никитина, лучшей мотивацией для развития физкультуры и спорта в области станет появление развитой инфраструктуры. Чем больше у нас будет уличных дворовых спорта, физкультурно-оздоровительных комплексов, стадионов, бассейн, фитнес-центров, спортивных спортшколов, тем больше людей будет ежегодно присоединяться в наше физкультурное движение. Это наша сверхзадача и основная цель. У мошенников летнее обострение. Потенциальных жертв они по-прежнему находят как по телефону, так и в сети. О самых распространенных схемах расскажем далее. Касимовский район, 2 августа. Пенсионерка передает мошенникам 130 тысяч рублей. Попалась бабушка на старую схему. Родственник в беде. Или вот еще, середина июля. Очередная резанка передает мошенникам 100 тысяч рублей. Схема та же. Если в первом случае полицейские успели перехватить курьера с деньгами, то во втором вернуть кругленькую сумму просто так не получилось. И само собой, с родственником, якобы попавшим в беду, все нормально. Схема это уже мошенниками обкатана. Так действуют мошенники. Разговор нужно немедленно прекратить и связаться с родственниками либо знакомыми, о которых идет речь. Убедитесь, что с ними ничего не случилось. Будьте бдительны и расскажите о способах обмана своим родителям, бабушкам и дедушкам. Другая схема – сетевая. По ней два скопинца лишились 260 тысяч рублей. Первый решил приобрести стройматериал на сайте с бесплатными объявлениями. Деньги Тон перевел. За материалы перевозку вышло 210 тысяч. А товар так и не пришел. Жертвой обмана стала и женщина. Она решила подзаработать через некоего успешного бизнесмена из сети. Сегодня авантюристы вышли на более высокий уровень. Они нацелились на средства компаний через фишинговые сайты. То есть мошенники создают точную копию уже реально существующих ресурсов, госведомств или популярных справочно-правовых систем. А сайты выводят в топ-поисковиков. На них киберпреступники размещают зараженные вирусами шаблоны документов, которые часто ищут в интернете секретари, бухгалтеры или сотрудники, занимающиеся финансовой, налоговой и другой отчетностью. После скачивания вредоносного документа на рабочем компьютере сотрудника запускается программа удаленного доступа. Она позволяет хакерам дистанционно изменять в договорах с подрядчиками и поставщиками банкские реквизиты получателя, средства на свои. Сценарий может быть другой. Компьютер блокируют и за его разблокировку предлагается хакеру заплатить. Специалисты банка советуют установить простой антивирус. Даже он сможет помочь. Плюс рекомендуют настроить запрет на запуск и установку вспомогательных программ для удаленного доступа. Самый простой совет – обращать внимание на адресную строку. Название сайта должно быть верным, а на официальных ресурсах всегда присутствует специальная маркировка – синий кружок с галочкой. Жалобы на регионального мусорного оператора в соцсетях звучат постоянно. Понятно, что далеко не все они объективны, но при этом по каждому из них специалисты управления Федеральной антимонопольной службы проводят выездные проверки. Похоже, на этот раз взялись всерьез. Принципиально не вывозят крупногабаритный мусор. Это главная претензия к региональному оператору от жителей сразу нескольких многоквартирных домов. Мусор, говорят они, пылился на контейнерной площадке не неделю или две, а в районе месяца. За дело взялся региональный УФАС. В антимонопольной службе Экопронск оправдывался тем, что мусор этот не крупногабаритный, а строительный. Потому, мол, пусть жители и идут и заключают контракты со сторонними организациями. По итогу рассмотрения дела принято решение, что региональный оператор нарушил положение части первой статьи 10 Федерального закона о защите конкуренции. Это злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке. Теперь Экопронску выдано предписание об устранении правонарушений. Современная тенденция заключается не в том, чтобы наказать хозяйствующий субъект, а в том, чтобы не было противоправного поведения в будущем. Это основная задача. Как раз и выдано предписание. Но что касается привлечения к административной ответственности, то это как бы вторично, но, к сожалению, привлекать, очевидно, придется. Базовый штраф по данному нарушению составляет 650 тысяч рублей. Как заявили в антимонопольной службе, расчет штрафа достаточно сложный. Учитываются как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства. От каждого из них сумма будет, соответственно, уменьшаться или расти на 87,5 тысяч рублей. И это учитывая, что региональный оператор уже не первый раз попадает в поле зрения УФАС. Тем не менее, решение может быть обжаловано в арбитражном суде в течение трех месяцев со дня принятия. На правительстве губернатор Павел Малков подтвердил отставку руководителей двух ключевых чувствительных для региона сфер – Министерства ТЭК и ЖКХ и Фонда развития капремонта области. Кроме того, было официально объявлено создание специального центра «ПРОТОС» по развитию беспилотников и продвижении цифровой карты региона. Кадровый вопрос стал первым на заседании правительства. Отставку министра ТЭК-ЖКХ Дмитрия Устинова и руководителя фонда капремонта Виталия Дубровина губернатор подтвердил де-факто. Причины на поверхности. Сфера чувствительная, продолжил Павел Малков. Там теперь цитата «разгребать и разгребать». У нас не выполняется программа по капремонту многоквартирных домов. Не завершена сейчас даже контрактация на текущий год. Я это не говорю уже просто о выполнении работ на объектах. Это при том, что мы экватор строительный, уже прошли экватор строительного сезона. К тому же там было мое прямое поручение по сокращению сроков оплаты по заключенному с подрядчиками контрактам. Вот оно не было исполнено. Поэтому последовали кадровые решения. Рязанская область – один из пилотных регионов страны в нацпроекте по созданию отрасли беспилотников. В Новосибирске по этой теме прошел большой форум «Архипелаг-2023». Не без гордости Павел Малков озвучил результаты юной команды «Кванториум Дружба». У ребят две бронзы. Вот только пока им негде тренироваться. Но с созданием нового центра «Протос» эта неувязочка должна разрешиться. Еще одна свежая тема – цифровая карта жителей Рязанской области. Заявку на ее получение уже можно подавать. Правда, пока только в Прио-банке. В эту карту можно вшить неограниченное количество сервисов. Уже сегодня это проактивное получение мер социальной поддержки. Это транспортная карта. Это бонусная система в учреждениях, которые подключены к программе «Забота». Это система лояльности спортивных, культурных, досуговых учреждений. Помимо этого, эту карту можно использовать как пропускную систему в школы, вузы, СУЗы. Эту карту можно использовать для оплаты детского питания в школах. То есть уже сегодня карту, которую мы запускаем, там уже большинство сервисов вшито. Противопожарная обстановка в регионе под контролем. Прямо сейчас нет ни одного лесного пожара, налажена система мониторинга. Как налажена она из-за несанкционированной торговли на улицах Рязани. На Первомайском, в Дашках, на Победе и Улице Свободы люди выходят несмотря на штрафы. Значит, их станет больше, заключил губернатор. Несоблюдение простых правил нахождения у водоемов стало причиной гибели уже 10 человек. Отдых на несанкционированных пляжах и купание в состоянии алкогольного опьянения получаются в этом сезоне смертельно опасными. Кристина Бочкарева напомнит основные тезисы правильного поведения. Летнее палящее солнце, температура за 30 градусов. Рязанцы спасаются от жары в региональных водоемах. Как дополнение в ход идут и алкогольные напитки, которые, к слову, в такую жару вне закона. Да и врачи, что называется, принимать на грудь при высоких температурах воздуха категорически запрещают. А уж тем более купаться под шофе. В этом случае у человека растет давление и при погружении в прохладную воду нагрузка на сердечно-сосудистую систему возрастает в несколько раз. Впрочем, есть те, кто этими простыми правилами пренебрегают. Отсюда и рост числа утопших. Их уже 10. Кстати, за распитие спиртных напитков в общественных местах, а пляж как раз таковым является, предусмотрено административное наказание. Штраф в размере от 500 до 1500 рублей. В целях недопущения гибели людей на водоемах специалистами МЧС России совместно с другими заинтересованными службами проводится комплекс профилактических мероприятий. С 1 июня 2023 года проведено более 200 патрулирований в местах, не оборудованных для купания, во время которых с людьми проводятся профилактические беседы. Также специалистами ГИМС проводятся занятия в детских оздоровительных лагерях. Всего с начала года проведено более 5000 бесед с гражданами. А еще Главное управление МЧС России по Рязанской области напоминает, купаться можно только на официальных пляжах, где дежурят спасатели и благоустроена территория для отдыха. Таких в нашем регионе 29. И даже на официальных пляжах не оставляйте детей без присмотра. За такое правонарушение также предусмотрен штраф. Родителям придется выложить 500 рублей. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сотрудники приюта «Дом белого аиста» установили еще одну вышку для пернатых пар, которые выберут регион для создания семейного гнездышка. В Рязанской области продолжают восстанавливать популяцию белых аистов. Благодаря работе орнитологов ежегодно десятки диких птиц выбирают для гнездования именно «Дом белого аиста». В «Доме белого аиста» постоянно сегодня живут четыре особи. Потомство, правда, пока дают только Руслана и Гоша. А вот Мартин и Марта уже который год только присматриваются друг к другу. И пока не решаются накладку яиц. Кстати, аисты, считающие себя парой, издают характерное потрескивание клювами. И делают это в унисон, чтобы рассказать всем о своей взаимной любви. Прилетают сюда и дикие гости. Для них устанавливают специальные высотные гнезда. Потребность эта существовала уже давно. И гнездо у нас здесь было. Но вначале у нас везде стояли шестиметровые гнезда. Потом оказалось, что для аистов они слишком низкие. Одну опору нарастили до 12 метров. Оказалось, что это хорошо, что аисты тут же ее заняли. И вот ту опору, которая сейчас находится рядом с нами, ее решили тоже нарастить. Давать потомство аисты по птичьим меркам начинают поздно. Только по достижению трех лет птицы начинают брачные игры. Причем белые аисты моногамны. Самец и самка могут зимовать в разных странах. А уже на время гнездования встретятся в условленном месте. А еще птицы разделяют заботы о потомстве. По очереди насиживают кладку и вместе кормят птенцов. Как правило, они годом раньше, перед началом размножения, находят себе место для гнезда. Его там строят или находят готовое гнездо, незанятое. Его все равно подстраивают, ремонтируют. И только потом, на следующий год, уже приступают к размножению. Вот такой вот у аистов ответственный подход к созданию ячейки птичьей популяции. Кстати, местные жители такому соседству рады. Говорят, аура у них какая-то особая. С момента проживания птиц количество детей, рожденных в поселении, действительно у нас увеличивается. Это заметно по первому классу в школах села Кораблиной, села Выжгород, также в детских садах. В 2023 году в первый класс идет практически ровно в два раза больше детей, чем их шло в 2021 году. Кстати, у легенды о том, что аисты приносят младенцев, несколько версий. Одна из них гласит, что в эпоху язычества и средневековья было принято жениться во время ежегодного летнего солнцестояния. Как раз в это время аисты начинают свою ежегодную миграцию, а возвращаются весной ровно через 9 месяцев. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Самым ярким из звездопадов 2023 года обещает быть метеорный поток Персиды в августе. Ожидается, что его максимальная интенсивность составит 100-150 падающих звезд в час. Уже в древних китайских летописях содержится упоминание о Персидах. В 8-9 веках об этом звездопаде регулярно упоминают в китайских, корейских и японских исторических документах. В Италии звездопад получил красочное название «Слезы Святого Лаврентия», поскольку 10 августа празднуется день этого святого. Тогда же и наблюдается пик Персид. Первые редкие метеоры появляются 17 июля. Последние вспыхнут 24 августа. Максимальная интенсивность потока в 2023 году придется на две ночи – с 11 на 12 августа и с 12 на 13. В это время количество светящихся метеоров может быть и 100, и даже 150. Увеличение и уменьшение числа падающих звезд происходит постепенно. В первые и последние дни звездопада обычно сгорают 1-2 звезды в час. Метеоры летят со скоростью около 210 тысяч километров в час и начинают загораться на высоте в 70 километрах над Землей. Некоторые, наиболее крупные, будут падать несколько секунд, оставляя в небе яркие струйки. Бывалые наблюдатели справедливо рекомендуют любоваться звездопадами за городом, там, где небо темнее. Телескоп или бинокль не понадобятся. Метеоры хорошо видны невооруженным глазом. Астрономы уверяют, что начиная с 2008 года количество метеоров, выпавших на Землю из хвоста кометы, увеличивается. Поэтому не исключено, что нынешние наблюдения станут весьма плодотворными, а звездопад действительно красочным. Официальным первооткрывателем Персид считается бельгийц Адольф Кеттеле. Математик, астроном, метеоролог, социолог, один из родоначальников научной статистики. Он публично привлек внимание к красочному зрелищу в августе 1835 года. Лучше всего начинать следить за падающими Персидами с 11 часов вечера по местному времени, обратив взор на северо-восток. Интенсивность потока постепенно нарастает после полуночи, достигая своего максимума примерно с 2 до 4.30 утра. Созвездие Персея располагается в северной части неба. Чтобы облегчить поиски, нужно искать созвездие Кассиопеи, которое по форме напоминает букву W. Чуть левее и ниже будет созвездие Персея. Наблюдение за звездопадом в этом году будет удачным. Луна не полная и свет ее не затмит поток. Помешать наблюдению за падающими Персидами могут разве что облака. Уже в древности регулярному появлению звездных потоков придавалось мистическое значение. Наши предки советовали загадывать желание на падающую звезду. Тогда оно обязательно сбудется. 11 августа Русская Православная Церковь празднует Рождество святителя Николая Чудотворца и епископа Мир Ликийских. Это один из самых почитаемых святых на Руси. Надо сказать, что помимо двух основных праздников, посвященных святителю Николаю, 19 декабря и 22 мая существуют и другие дни церковного честования угодника Божия. Например, Рождество Святого. Николай Чудотворец родился в 258 году в городе Потари, недалеко от Ликии, что на южном побережье Малазийского полуострова. Его родители Феофан и Нонна были благочестивыми и праведными христианами, но долгое время были бездетны, о чем горевали и постоянно молились Богу о послании им ребенка. Господь услышал их и послал им сына, а они дали обет посвятить единственного своего ребенка служению Богу. Младенец же Николай со дня своего рождения показал людям свет будущей своей славы великого чудотворца. Первое чудо он явил при самом своем рождении, исцелив мать от тяжелой болезни. К тому же новорожденный младенец еще в купеле во время крещения простоял на ногах три часа, никем не поддерживаемый, воздавая этим честь Пресвятой Троицы. Еще при жизни святитель Николай совершал многие чудеса. Не раз спасал утопающих в море, выводил из плена и заточения в темницах, исцелял людей от недугов и даже воскрешал их, боролся за правду и требовал у власти имущих восстановления справедливости, учил своей жизнью, любви и состраданию. Он прожил достойную жизнь и, достигнув глубокой старости, мирно скончался. Поэтому неудивительно, что этот святой почитался во все времена у многих народов. Однако точное время установления празднования Рождества святителя Николая Чудотворца неизвестно. Вероятнее всего, первоначально этот праздник был местным в малоазиатских ликийских мирах, где святитель служил архиепископом и на родине его родителей в Потаре. Затем, в пору крестовых походов, этот праздник мог распространиться по всей Никейской империи и оттуда проникнуть на Русь, где этот святой был чтим с древних времен. На этом все новости на сегодня. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова